Добрый день. Сегодня мы поговорим о нейронных сетях на немножко более продвинутом уровне. Для начала я хочу напомнить самые базовые вещи из школьной математики. Для начала, что такое график функции. Самое простое, что учат в школе, это график линейной функции, причем простейший. y равняется x. Как строить такой график, когда x равен 1, y равен 1, y равен 1. Ставить еще одну точечку. И так можно продолжить. И обнаруживается, что все точки будут расположены вдоль прямой линии. Чуть-чуть более сложный пример, но все еще очень простой. Опять же, 8x, y. И y, допустим, равняется 1, 2. x равен 2, y равен 1. Включаем еще одну точку. Тоже выясняется, что все остальные точки расположатся вдоль прямой линии, которые просто будете под меньшим наклоном. Продвигаемся еще немножко в сторону школьной математики. Опять же, 8x, y. И уже более сложная функция. y равняется x квадрат. x равен 0, y равен 0, x равен 1, y равен 1. Ставим точечку, x равен 2, y равен 4. Примерно. И получаем вот такой график, известный параболой. График квадратичной функции. Почему? Он тут симметричен. Потому что если x равен минус 1, я тут не очень красиво отложил. Допустим, минус 1, то y тоже равен 1. И мы в общем виде будем говорить, что это будем писать еще в другом виде. y равняется какая-то функция от x. В данном случае функция от x это x квадрат. И теперь мы сделаем еще один важный шаг. Он тоже очень простой, но он нам потребуется в дальнейшем. А что будет, если я построю функцию y равняется x минус 2 квадрат. Тут уже интересно становится. Когда x равняется… Давайте минус. Когда x равняется 2, выражение в скобках равняется 0 и y равен 0. А дальше, когда x равно 3, выражение в скобках равняется 1, y равен 1 и так далее. Легко видеть, что мы получим такую же параболу, как была слева, но только сдвинутую, такую же как была первоначально, только сдвинутую вправо на двоечку. И в таком более общем виде, если мы писали, что тут y равно f от x, то здесь мы можем написать, что y будет та же функция, та же квадратичная функция f, но как аргумент будет x минус 2. И это правило уже носит совершенно универсальный характер. Если мы от аргумента функции отнимаем постоянную величину, то график функции сдвинется вправо на эту величину. Вот, теперь мы можем сделать еще один шаг. Кто помнит школьную физику или знаком чуть-чуть с электроникой, знает, что есть очень важное устройство, называется диод. И из него можно сделать устройство, называемое выпрямитель. Оно превращает, например, переменный ток в постоянный ток. Чем интересен этот элемент? Он пропускает ток только в одну сторону. Если ток стремится идти в эту сторону, диод для него просто как чистый провод. А в обратную сторону он ток не пропускает. Как мы можем это математически записать? Я могу сказать, что если на входе напряжение положительное, то оно передастся на выход. А если отрицательное, то на выходе будет напряжение равно нулю. И теперь я попытаюсь это изобразить на графике. Вот х – это мое входное напряжение, а у – это выходное. Если х больше нуля, то у просто равен х. Если положительное напряжение на входе, оно просто передастся на выход. А если отрицательное, если отрицательное напряжение, то на выход ничего не передастся. На выходе будет ноль. И это очень важная функция, которая широко используется в нейронных сетях, в современных нейронных сетях. Она называется коротко «Renew» по-английски «Rectified Linear». «Rectified». «Rectified» – это выпрямитель. «Rectified». «Rectified». «Linear». «Unit». «Unit» – это устройство. Выпрямительное линейное устройство. А теперь мы сделаем еще один шаг в очень важных нейронных сетях. А теперь я немножко усложню мое устройство и по-настоящему приближусь к элементу нейронных сетей. Я сделаю вот что. У меня есть входное напряжение Х. Но я от него вычту другое напряжение, которое я назову В. Вот это Х, это В. В. И это уже будет подано на вход моего диода напрямителя. И я получу В. То есть, если вот это была функция φ от В. Х, когда отрицательное напряжение на выход не передалось, а положительно передалось полностью. А сейчас я получаю φ от Х минус В. х от Х минус В. Но мы уже знаем, что будет, если от аргумента функции отнять постоянную величину. То есть, график этой функции в секунде должен сдвинуться вправо на эту постоянную величину. То есть, я могу заново перерисовать мой график. И Х. Вот это будет Y. Немножко мало места, но это должно. И тут я отложу величину В. И тогда уже график моей функции результирующего устройства будет выглядеть таким образом. И это вполне понятно. То, что написано здесь, это то, что поступает на вход диода. Когда Х равен В, на вход диода поступает ноль. Когда Х минус В, меньше В, это отрицательно. Ничего не будет на выходе. А когда больше В, то, насколько он превысил В, поступит на выход диода. И вот этот элемент позволит нам построить нейронную сеть, которая будет приближать любые заданные функции. Сейчас я вам покажу. Вот, к примеру, у меня есть функция Y от Х. Заданная вот этой черной линией. Это криволинейная функция. И я буду стараться приблизить ее кусочками прямых линий. Это называется кусочно-линейное приближение. Вот я выберу какие-то точки, относительно близко стоящие. И проведу между ними отрезки прямой линии. И я покажу вам, что с помощью вот этой функции, выпрямительной функции, можно сделать вот это приближение. Что я буду делать? Я возьму функцию φ, которая, допустим, я решил значить от начала координат. Я возьму функцию φ и умножу ее на какое-то число, что у настоящей функции φ наклон был под 45 градусов. А я умножу на какое-то число, чтобы наклон соответствовал вот этому отрезку. Вот такая будет моя первая функция. Дальше я в точке, допустим, это b0. b0 равнялась 0. Дальше я в точке b1 построю еще одну функцию такого же типа. Еще одну выпрямительную функцию возьму. И у нее я сделаю наклон такой, чтобы сумма наклона вот этой первой и второй функции дала вот этот желаемый мой наклон. Ну, на глазок что-нибудь такое. И так далее. Вот эта точка излома будет b1. Теперь я возьму вот эту точку, я назову b2. Обратите внимание, что здесь наклон почти не изменился. Значит, добавка будет очень пологая. Почти близко к нему. А вот в точке b3 я должен буду прибавить что-то сильно отрицательное. Вот эта точка b3 я должен буду взять такую функцию и даже умножить ее на отрицательное число. Что-то сильно отрицательное прибавить, чтобы победить весь этот положительный наклон и еще что-то пошло вниз. Он должен сильно быть отрицательным. Вот с помощью суммы этих четырех функций я могу приблизить кусочно мою кривую. И как я могу это записать? Математически. Это будет, допустим, наклон. Я должен обозначить наклоны. Допустим, наклон у этой первой будет c1, у второй c2, у третьей c3, у четвертой c4. Я тогда математически могу написать, что это c1. c1, 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 c1. Так, будет c0, c1, 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 c1. Вот моя функция исходная, что она примерно равняется вот такой сумме. И теперь я могу сделать следующий очень важный шаг. Нарисовать нейронную сеть, которая сделает то, что здесь написано. Значит, я на входе нейронной сети подам имикс. Теперь вот это будет первый нейрон с этой функцией активации fit, но я от него хочу отнять b0. И это будет мой у. Чтобы получить у, я еще умножу на c0. Теперь следующий нейрон b1, c1 и так далее. Вот я получил мою первую нейронную сеть, которая может приблизить заданную функцию y равняется fx. И это совершенно замечательный спрос. Это функция одной перемены. Оказывается, что нейронные сети... Обратите внимание, что у этой нейронной сети один вход и один выход. Нейронные сети с многими выходами и с большим количеством нейронов, несколько слоев, оказывается, могут с любой точностью приблизить любую разумную функцию нескольких переменок. И точность будет увеличиваться с увеличением количества нейронов. Так же, как и в нашем примере. Если я увеличу количество нейронов, вот количество этих отрезочков возрастет и точность моего приближения исходной функции будет увеличиваться. Продолжение следует... Упражнение следует... Редактор субтитров ...